Кто я? Это не тот вопрос, который вы можете задать другим. Этот вопрос вы задаёте себе. Вы не знаете, кто вы, большая ли эта проблема. Если вы честны с собой, если этот вопрос горит внутри вас, вы найдёте ответ. Пранам Садхуру, я из Западной Бенгалии, меня зовут Шуарапратум Макарджи. Я езжу за вами последние три месяца. Это угроза? Нет-нет. Почему, сэр? Я следую за вами уже несколько месяцев. Я смотрю ваши видео и могу сказать, что я буквально ваш фанат. Но у меня есть один вопрос. Я заметил, что вы говорите, что всё, что мы накапливаем за всю жизнь, деньги, репутация, богатство и лишний вес, всё это я могу сказать, что это моё. Но это не я. Вы говорите это, и я видел это. И это предельно логично. Конечно, я могу сказать, что дом мой, но это не я. Я могу сказать, что тело моё, но оно не я. Тогда что же я? Кто я? Если я отпущу всё, что я заработал, если я всё это отпущу, что тогда моё? В чём моё существование? Это то, что я хочу знать. А почему вы спрашиваете меня? Пожалуйста, садитесь. Ладно, кто вы такой? Прямо сейчас вы то, что вы думаете о себе — набор мыслей, эмоций, идей, предрассудков, философий, идеологий, точка кипения всего, что вы набрали. Вы как фотоальбом. Звучит не очень обнадёживающе. Ладно, вы — коктейль. Должны ли мы в него ещё что-то добавить? Добавьте. А вы — букет цветов. Хорошо. Так, кто же вы? Это произошло в аэропорту Цинциннати, Огайо, в Соединённых Штатах. Люди проходили регистрацию для посадки на борт. Один человек просто обошёл очередь, встал впереди и протянул свой билет. Леди за стойкой сказала, «Сэр, здесь очередь». Он ей, «Нет, нет, нет, я спешу». «Все спешат. Вы все летите одним самолётом». «Пожалуйста, встаньте в очередь». Потом он говорит, «Вы знаете, кто я?» Она посмотрела на него, взяла микрофон и сказала, «Здесь человек, который не знает, кто он. Кто-нибудь может ему помочь?» Так вот, «Кто я есть?» Это не тот вопрос, который вы можете задать другим. Этот вопрос вы задаёте себе сами. Проникайте в саму его глубину. Если вы встали, это то же самое, когда вы о чём-то просите в утренней молитве. Понимаете, как молятся люди? Если вы идёте и выучите одну мантру, «Ваш ребёнок рядом». Потом телефон. «Да, давай встретимся на днях». Даже в храме священник отвлекается на телефон в перерывах. Как и все. Это случилось ближе к Рождеству. Одна леди из Миннесоты молилась. Её услышали её соседи. Она молилась, «Дорогой Господь, «Прошу, услышь меня!» В прошлый раз этот старый дурень Санта-Клаус, он всё перепутал. Я хотела тонкую, стройную фигуру и толстый бумажник, а не наоборот. Почему я прошу об этом? Просто послушай все эти молитвы на планете. «Господь, прошу, дай мне это, дай мне, спаси и сохрани». Это выглядит как что-то божественное или как простое бытовое. Бытовой подрядчик. Чтобы жить на этой планете, достаточно иметь четыре конечности, и пару рабочих из Виллен. И сейчас. Садгуру, у меня всё в порядке, но я хочу знать, кто я. Весь этот «Кто я?» бизнес стал очень популярным из-за Романа Махарши. Вы слышали о Романа Махарши? Он не из Бенгалии. Так вот, Романа спрашивал, «Кто я?» и сидел. Люди сегодня и думают, что им не нужно ничего делать. Можно просто спросить у кого-то, «Кто я?» и сразу стать духовными. Я вел программу в Лос-Анджелесе. Было много людей, около 150 человек. Все выдающиеся люди, многие из них голливудские звёзды. И множество молодых девушек, одна на другую похожая. они не были сёстрами, у них один и тот же доктор. А потом одна из них говорит, «Садгуру, я просто учил их простая 20-минутная практика». Чему? Смотреть внутрь себя. Потому что, задавая этот вопрос, вы не найдёте ничего, если я скажу вам, что вы Атман, Парматман, прочая ерунда, что это изменит? Вы пополните словарный запас. Вот скажу я вам, что вы душа, что вы божественная сущность, вы Атман, Парматман. Вам это ничего не даст. Вы только узнаете несколько бесполезных слов. Вот что вы получите. Поэтому я говорю, мы учим вас простому процессу 20 минут, чтобы посмотреть внутрь себя. А вы говорите, «Ну, целых 20 минут, это надо что-то делать». Роман Махарши говорил, что он не нужно ничего делать. Я говорю, «Стойте, Романа был в Лос-Анджелесе». Но Романа ничего не делал, это факт. Он просто сидел вот так, скрестив ноги. Просто сидел, ничего не делал вообще. Прибегали мыши, они кусали его и грызли. Раны начинали гноиться, заполнялись червями. Он просто сидел, ничего не делал. Если вы можете на таком же уровне ничего не делать, вы немедленно найдете ответ. Но сейчас в Калифорнии люди такие, что если их укусит комар, они сразу позвонят в 911. Да, это так. В этом состоянии вы не спрашиваете. Так вот, это экзистенциальный вопрос. Это не какая-то мелочь. Вы не знаете, кто вы есть. Это мелкая проблема. Это фундаментальная проблема, не так ли? И теперь вы встаете, представляетесь, говорите, откуда вы приехали из Бенгалии и прочее. А затем вы задаете вопрос. Вопрос еще не созрел. Если бы вы встали и не смогли бы задать вопрос из-за наворачивающихся слез, я бы ответил на этот вопрос совершенно по-другому. Но сейчас это шутка. Я шучу над вами. Все в порядке? Вопрос есть. Это хорошо, что вопрос есть. Но вопросу необходима острота для исследования. Но он не имеет достаточной остроты, чтобы проникнуть в суть вещей. Это просто банальный вопрос. Так что сейчас я могу сказать вам кое-что, кто вы есть. Но это не будет вашим опытом. Если я скажу вам что-то, что не является частью вашего опыта, вы можете поверить. Вы можете не поверить. Если вы поверите, вы не станете ближе к истине. Если не поверите, то вы тоже не станете. Если вы поверите мне, вы можете рассказать чудесную, хорошую историю. Если не поверите, вы пойдете и расскажете плохую историю обо мне. Но это не продвинет вас ни на дюйм, не так ли? Но если вы честны, если вопрос горит в вас с огнём, если он настолько важен, что вы даже не можете заснуть по ночам, вы не можете сидеть, не можете стоять, если настолько это важно, то вы придёте, и я дам вам другой ответ, нечто совершенно другое. Друзья, если вам стало интересно, кто такой Романа Махарши, я сделал для вас специальную подборку книг Романа Махарши, вы можете скачать её, перейдя по ссылке в описании этого видео. И если эта информация оказалась для вас полезна, вы можете всегда отблагодарить меня, оформив подписку на Патреоне. До скорого!